Девушки отдыхают На споре мы холопов максимально изощренно унизим, а они за нас все равно проголосуют. Не важно, как голосуют, важно, как считают. И вот новость прошлой недели, о которой мы уже говорили, обрастает новыми подробностями. Вы же не забыли строительный форум, который оккупанты якобы собрались проводить в Донецке. Уже этой осенью в Донецке могут провести инвестиционно-строительный форум. Так вот, теперь, если верить местной пропаганде, речь идет об инвестициях, внимание, в 30 тысяч объектов в Ордло. А инвестировать есть куда. Только с момента начала боевых действий в ДНР разрушено почти 30 тысяч объектов. Это не миллионы, это миллиарды рублей из налоговых сборов простых россиян. Но главное здесь даже не в этом. Просто представьте себе, что все эти новости из серии «Россия богатая, поможем и отстроим». Москва готова помочь, отвечает российский бизнес. Смотрят люди в том же Хабаровске. Они честно работают, платят налоги, но при этом настолько отчаялись переехать в новые дома из бараков, что уже открыто просят помочь об этом госдеп. Все развалилось, развалилось уже давно. Какое-то время здесь на бараках висел плакат «Трамп, помоги». И не потому, что они какие-то балованные, нет. Просто миллионы людей, которым сейчас крутят сюжетики о строительном форуме «Вордло» годами, еще раз годами ждут помощи от своего государства. Тысячи горожан до сих пор живут в гнилых бараках без водопровода и канализации. Люди просят о помощи много лет, но никто не реагирует. Расселять эти бараки никто не будет. И в целом их можно понять. Ведь русский мир всегда красиво строится где-то там. И подумать об этом можно каждый день, относя ведро с мочой в ближайшие кусты. Несколько лет назад туалет провалился со второго этажа на первый. Теперь все жители дома вынуждены пользоваться ведрами и выносить отходы в кусты возле крыльца. Это не какое-то преувеличение. Возьмите, например, Архангельск. По телевизору это супергордый город русских моряков. Парады шмарады, пафос такой, что ата-та. Настроение праздника создают корабли на рейде Двины, офицеры в белоснежных кителях и горожане, которые пришли отметить сюда, на Красную пристань, свой самый любимый праздник. Но на деле первое, что бросается в глаза в Архангельске, это древние, еще деревянные бараки и рухлядь на сваях. По ночам трещит, так что жутко становится, что он на подпорках стоит, в центре города, позор. Сваи часто обваливаются, подвергая реальному риску жизни людей. Дома сходятся сваи, все больше и больше, чаще и чаще, что рано утром, что ночью люди выбегают из домов. И получается, что люди-то остаются на улице. По самым скромным подсчетам, срочное переселение критически необходимо более чем 20 тысячам жителей Архангельска. Весь район застроен разваливающимися гнилыми деревянными бараками. И такой район в Архангельске не один. Эти бараки в 30-е и 60-е годы советская власть строила как временное жилье. С тех пор СССР развалился, и бараки тоже. И в 2015-м переселение требовалось 20 тысячам архангелогородцев. Вот здесь бы строительный форум провести, да? Ведь без всякой войны русский север выглядит так, будто бомбежка закончилась вчера ночью. Представляете, здесь живут люди. Сейчас посмотрим. Я думаю, здесь капремонта сто лет не было. Разбомнили весь дом. Но деньги у страны есть. Для Ордло, для Абхазии, для Приднестровья, да для кого угодно, где можно устроить показуху. А вот граждане России, в том числе и в военных городках, потерпят. Десятилетиями люди жили в плену нерешенных коммунальных проблем. Разбитые дороги, ветхие коммуникации, дома, которые ни разу не видели ремонта. Бежит ручей сточных вод прямо через бывший военный городок. Канализационная станция не работает здесь уже 30 лет. Считайте, что Родина вас закаляет на случай войны. Не жизнь, сплошные мучения. Жители старого барака латают стены в квартирах. Да толку дом рушится. В итоге, прожив 30-40 лет, так и не дождавшись помощи, люди срываются с родных городов и на старости лет начинают жизнь заново. Посмотрите на легендарную Воркуту. Желающих жить там тупо не остается. Всего за 30 лет Воркута потеряла больше половины населения. Когда-то она была третьим по величине городом за Северным Полярным Кругом. Квартиры можно купить просто за копейки. Некоторые отдают вообще бесплатно. Ведь жизнь в бараке – это мучение. А коммуналка даже в таких аварийных сараях капает стабильно. Сайт объявления по продаже недвижимости в пределах Воркутинского кольца выглядит как аттракцион неслыханной щедрости. Купить квартиру может позволить себе любой, даже тот, кто получает пособие по безработице. Хотя люди задаются вопросом, а за что вообще платить? Ведь деньги уходят в черную дыру. В том плане, что об улучшении условий проживания нет и речи. Надписи «Подъезд жилой» или «Здесь живут люди, которые оставляют мелом на дверях» напоминают военные хроники. Когда после обстрелов было действительно непонятно, где еще остался человек, а где уже никого нет. Вонючие подъезды, везде запах мочи, а вода настолько грязная, что даже после кипячения пить страшно. Вода, которую зовут «горячей», здесь едва теплая и грязная. Не помыться, не постирать. Тем более, что стиральные машинки быстро выходят из строя. Никакие фильтры не помогают. Причем, что важно отметить, все, что мы вам сейчас показываем, это не какие-то региональные выборки. Ситуация одинаковая. И в золотоносной, нефтяной Якутии. В деревянном доме по улице Кальвица, 32, дробь 1, канализационная вода под полом стоит круглый год. Постоянная сырость, прогнившие полы, вонь. И в городах Сибири. Дом построили в 39-м году прошлого века. В 2013-м признали аварийным. Мне вот как отцу семейства действительно страшно, страшно ей жить, страшно детей своих сюда приводить. Они живут по бабушкам. И в том же подмосковном Пушкино. В здании, построенном в конце 19-го века, нет водопровода, стены прогнили, полы покосились. А недавно людям на целый месяц отключили еще и газ. То есть просто представьте, насколько презирают своих граждан в Кремле, что при таких водных рассказывают по телевизору о 30 тысячах объектов для реконструкции в Донецке. Москва вместе с Донецком должна придать новый импульс развитию строительной отрасли в республике. Нет, понятно, что там пилить бюджеты и деньги россиян намного легче. Это не наше мнение. О чертях, пилищих все, что к ним спускается, тот же Гиркин говорил. Да нет там никакой экономики. Там просто черная дыра, в которой сидят черти, которые пилят деньги. И все. Пилят и откатывают. Но вы бы там как-то по-тихому, что ли, все это делали? Иначе гостей из Новороссии уже и так открыто ненавидят в РФ. Понимаете, я не совсем местный. В НОР, в НОР. Ехали сюда большой надеждой, чуть-чуть разочаровались. Я говорю, в той же зарплате, в том же уровне, уровне жизни. А скоро и вовсе начнут бить. Хотя последние-то, по сути, ни в чем не виноваты. Просто в Кремле давно привыкли строить русский мир, так сказать, на экспорт. И пока в том же Донецке ждут от России всего да побольше... Россия поможет Донбассу восстановить разрушенное Украиной. Не просто слова, а действия, подкрепленные конкретной программой. Ветераны, которых якобы страшно ценит власть, бегают набирать дождевую воду. Воду, чтобы согреть чаю или хотя бы умыться, собирают с крыши после дождя. Или осваивают туалеты на вокзале. Пожилая женщина пользовалась удобствами во дворе. А когда деревянный туалет почти разрушился, старушке пришлось ходить в уборную на вокзал. Просто в бараке канализации нет. Уличный туалет развалился. Остается туалет для пассажиров. Гнилые проваливающиеся доски на полу администрация заменила, постелив лист фанеры и линолеум. Однако основной проблемой это так и не решило. И это же еще не самый худший вариант. Хуже, когда у стариков вообще нет сил выйти на улицу. 92-летнему Владимиру Ручкину выходить на улицу уже не под силу. Но приходится. Удобство, а скорее неудобство во дворе. И сколько таких парализованных в стране живут все в тех же бараках без канализации и элементарных условий? Десятки? Сотни тысяч! В этом бараке нет ни коммуникации. То есть коммуникации нет ни воды, ни канализации. Топим печку. И скажите, мы все правильно понимаем, что этим людям свой локальный строительный форум не так нужен, как новоросам в Донецке. А еще он, видимо, не нужен родителям детей, школы которых сейчас участвуют в конкурсе на самый худший туалет. Не нужен военным, которые годами ведут сражения с дырявым потолком и плесенью. Течет сверху эта дырявая кровля, дает жизнь плесенью на стенах и убивает любой ремонт вплоть до первого этажа. Подтекает снизу это затопленный нечистотами подвал. Не нужен северянам, бегущим из региона из-за нечеловеческих условий для жизни. Кто мог уехать, уехал. И вот уже оставшимся приходится писать мелом на двери подъезда, здесь живут люди. Проще вот так вот создавать неимоверные условия жизни, и потянет конечко, человек сам отсюда начнет уезжать. И нет надежды на то, что ты приедешь и будет лучше. Но что самое показательное, люди, о которых так демонстративно вытирают ноги на выборах, все равно бегут голосовать за Путина и Единую Россию. Вот вам результаты по Архангельску. Единая Россия победила на выборах в Архангельской области. А вот по Воркуте. В Коми Единая Россия одержала победу на выборах в шести муниципалитетах. И вот поверьте, в остальных регионах примерно та же редька. И ты смотришь на это все и думаешь, может, люди мазохисты? Иначе чего они боятся? Что НАТО деревянный туалет со двора украдет? Ковер с поеденным грибком стены Байдену в качестве трофея отправит? Или может кто-то гордится, что Россия в Абхазии или в Ордлот что-то там построит, пока свои в собственной моче утопают? Битком. Полный. Нет, друзья, помогать это, конечно, хорошо. Но это стоит делать только тогда, когда у себя жизнь наладила и излишки есть. А вот когда русский мир строится где угодно, кроме самой России, то это не что иное, как очень циничный пиар. Такой, знаете, сырок дружба в кремлевской мышеловке. Ведь деньги из российского бюджета, которые после того же форума уйдут на распил, это деньги не Путина, и не Мишустина, и не куратора Козака. А вот этих людей, которые каждый день ходят на работу, платят налоги, чтобы потом десятилетиями жить в развалинах без надежды на лучшее. Для них строительный форум никто не устроит. Хотя бы потому, что на россиянах пиара не сделаешь. И пока они молчат в своих вокзальных туалетах, Кремлевский караван идёт.